Всем привет! С вами Универ Ньюз и я, Дарья Курмышкина. Сегодня в эфире. Ректор Гомельского университета посетил КФУ. Новый учебно-методический центр КФУ скоро откроется в Туркменистане. Экзоскелет, читающий мысли, помог парализованному мужчине сделать шаги. Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов. Первый человек, вышедший в открытый космос. Он умер в возрасте 85 лет. 11 октября ушел из жизни летчик-космонавт Алексей Леонов. Именем человека, впервые вышедшего в открытый космос, назван планетарий КФУ. Ректорат, сотрудники, студенты, научные и медицинские работники Казанского университета выражают соболезнования и скорбят вместе с друзьями и коллегами советского летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза Алексея Леонова. Человек и легенда в августе 2016 года побывал в университете для участия в международном научном симпозиуме, исследовании Луны и космическое технологическое наследие. В этом же году планетарий КФУ с разрешения Алексея Леонова стал носить его имя. Благодаря усилиям героя-космонавта вопрос изучения космоса обрели в КФУ особый статус. Анна Глазунова, Универньюз. Состоялось заседание ученого совета под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова. Заседание началось с печальной ноты. Ректор КФУ выразил соболезнования в связи с уходом из жизни космонавта Алексея Леонова. Знакомым моментом стало воручение золотой медали имени христиана Франа научному руководителю Института Востоковедения РАН академику Виталию Наумкину и подписание соглашений о партнерстве между Ассоциацией внешнеполитических исследований имени Андрея Громыка и Казанским федеральным университетом. Под родителей в повестку дня заседания ученого совета были включены конкурсный отбор на должности и представление к присвоению ученых званий. А мы продолжаем. Казанский федеральный университет посетил ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина Сергей Хохомов. Обо всем подробнее далее. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с ректором Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина Сергеем Хохомовым. Гость прибыл в КФУ для участия в международной экспертной сессии Ассоциации внешнеполитических исследований. Пять лет Евразийскому экономическому союзу, общество, бизнес, власть. В рамках форума Андрея Громыка и советская дипломатия в эпоху глобальных противостояний. Андрей Андреевич Громыка, он родился под Гомелем. В Гомеле есть сквер имени Громыка, есть бюст Громыка. Поэтому мы знаем, что в следующем году опять же на базе Казанского федерального университета будет проходить уже вторая конференция. На встрече ректоров двух университетов речь шла и о программах подготовки учителей для национальных школ. Этому вопросу уделяется особое внимание и в Татарстане, и в Белоруссии. Между КФУ и Гомельским государственным университетом имени Франциска Скорина был подписан меморандум о взаимопонимании. Мы в следующем году отмечаем 90-летие. Казанский федеральный университет, насколько я знаю, в этом году отмечает 215 лет. Поэтому мы несколько моложе. Ваши масштабы значительнее. У вас опыт как в преподавании, как в создании научных школ гораздо более длительный. Поэтому мы многому можем поучиться. Подписанный документ предполагает развитие международного сотрудничества и укрепление связей между КФУ и Гомельским государственным университетом имени Франциска Скорина в области образования и науки. А также совместное участие в вузах в грантах на фундаментальные исследования двух стран. Анна Глазунова, Ленардо Валитьяров, Универньюз. Учебно-методический центр Казанского федерального университета в скором времени появится в Туркменистане. Более подробно смотрите далее. Казанский федеральный университет совместно с коллегами из Туркменистана готовится создать учебно-методический центр КФУ в одной из образовательных организаций Ашхабада. Площадкой для этого могли бы выступить общеобразовательные организации, а также высшие учебные заведения. Задача такого учебно-методического центра, прежде всего, это обучение русскому языку на должном уровне. Мы понимаем, что туркменские студенты в целом знают русский язык, но, безусловно, для поступления в федеральный университет необходимо, чтобы они владели на достаточно высоком уровне. Прежде всего, научный стиль речи, так называемый, они были способны уже не просто на бытовом уровне разговаривать на русском, но при этом вести какую-то научную беседу по той дисциплине, которую они выбирают в себя в качестве приоритетной. Такое обучение может идти в разных форматах. Есть возможность очного обучения, когда преподаватели Казанского университета выезжают на территорию страны, где есть создан учебный методический центр. Такая практика уже есть в Китае, а также дистанционное обучение и онлайн-курсы. Подобные учебные методические центры мы сейчас обговариваем из создания в Китае, и вот одна из площадок, это, безусловно, для нас Туркменистан, как страна, которая является приоритетной. Сейчас проект полутора тысяч студентов, Туркменистан обучается в Казанском федеральном университете, обучается в Елабоге, в Челунах, в наших филиалах. Поэтому эта страна для нас интересна, но нам, безусловно, интересно получать лучших абитуриентов, чтобы они были лучшим образом подготовлены для обучения университета, чтобы они не отчислялись на вторых курсах, что часто бывает, к сожалению, на особо сложных направлениях подготовки. Поэтому наша миссия – это подготовка и отбор. В Елабожском институте КФУ состоялась торжественная церемония посвящения в профессию учитель. Мероприятие стало доброй традицией учебного заведения. С приветственным словом обратилась к ребятам директор Елабожского института КФУ Елена Мерзон. Мы прекрасно должны осознавать, что будущего президента, будущего космонавта, будущего хирурга готовят всегда учить. Именно к вам приходят, к вам придут вот эти маленькие ребята. О своих учителях в видеообращении рассказали первые лица Республики Татарстан и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. Моё поступление на факультет физики Казанского государственного университета в своё время было связано с именем школьного учителя физики Юрия Павловича Леонова, который привил мне любовь к этому великому предмету, который лежит в основе всех фактических наук. Гостью мероприятия стала выпускница Елабожского института Казанского федерального университета. В моём профессиональном выборе огромную роль сыграл мой учитель. Именно от его горящих глаз на уроке, от его потрясающего умения правильно подавать материал так, чтобы сам ученик смог заинтересоваться в этом, наверное, и сыграло мою роль, что я выбрала именно эту профессию. Анна Мефтахова поделилась профессиональным опытом с первокурсниками, рассказала о подготовке к конкурсу педагогического мастерства. Кульминацией праздника стало произнесение первокурсниками клятвы учителя. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюс. Экзоскелет, читающий мысли, помог парализованному мужчине вновь начать двигаться. Его движения пока далеки от совершенства, экзоскелет используется только в помещении лаборатории. Но учёные полагают, что эти технологии смогут однажды улучшить качество жизни пациентов. Группа исследователей из Французского университета Гренобель-Альпа разработала алгоритм для нейрокомпьютерного интерфейса, с помощью которого практически полностью парализованный пациент смог управлять полным экзоскелетом. Современные нейрокомпьютерные интерфейсы позволяют считывать электрические сигналы головного мозга, интерпретировать их и передавать управляющие команды на различные системы. Несмотря на то, что исследования в области нейрокомпьютерных интерфейсов ведутся активно, учёным пока не удалось создать систему, позволяющую реализовать быстрое и точное управление. Достижения робототехники сейчас просто огромные. Тот же, например, есть компания Boston Dynamics, чьи роботы просто показывают уже чудеса паркура. И можно предположить, что если скрестить экзоскелет с подобными роботами, которые самостоятельно будут поддерживать равновесие, можно представить недалёкое будущее, когда будут экзоскелеты, самостоятельно поддерживающиеся равновесие и основные функции, в то время как человек, как пилот, с помощью таких электродов сможет управлять в целом такой кибернетической системой. Во время ходьбы в экзоскелете аппарат частично подвешен к страховке, которая не даёт ему заваливаться в стороны. Дальнейшее обучение добровольца, как полагают учёные, позволит ему сохранить баланс в экзоскелете самостоятельно. В настоящее время исследования продолжаются. В Казанском университете мы также очень активно развиваем направления, связанные с травмами спинного мозга, с лечением травм спинного мозга. И есть несколько коллективов, работающие в этом направлении. В моей лаборатории мы также занимаемся проблемами нейрорегенерации, нейрореабилитации. И в самом ближайшем времени мы планируем скрестить вот эти вот несколько подходов нейростимуляции для стимуляции двигательной активности после травмы и нейрорегенерации, когда мы повышаем восстановление центральной нервной системы после травмы. И надеемся, что за счёт комбинирования этих двух подходов мы сможем достичь ещё более лучших результатов. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. На этом всё. С вами была Дарья Курмышкина. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин